здравствуйте вы на канале айспик и с вами я олег павлюченко и сегодня мы с виктором максименковым ответим на недавний можно сказать даже наезд на нас такого автора как сергей игнотенко сергей игнотенко недавно выставил фильм который называется смещение оси земли проверкой версии и в этом фильме сергей утверждает фактически я не говорю как он это делает но весь посыл фильма складывается к тому что он утверждает что ось земли не смещалась а происходило только смещение магнитного полюса и вот мнение виктора максименкова здравия олег здравия слушатели ну скажем честно я больше занимался смещением магнитного полюса смещение именно небесных сфер больше сделал олег в этом направлении я могу только подтвердить что происходили изменения как и магнитных составляющих магнитного положения полюса на картах он вообще пропал ну и соответственно произошли изменения именно на небосводе так что олег тебе слово я перед тем как я начну свой доклад несколько тезисов скажу что вот сергей утверждает что был резкий кувырок вернее утверждает что не было резкого кувырка а самого понятия резкий кувырок случиться не могло я скажу одно что полюс само место полюса на поверхности планеты от гренландии до сегодняшнего состояния через промежуточный полюс это достаточно небольшие расстояния не было никаких кувырков земли на 90 на 180 градусов почему произошла кроме завала оси земли произошло еще и перемещение физического полюса по поверхности планеты я это рассказал серии фильмов три полюса два потопа кому интересно посмотрите там в принципе все противопоставления посылу сергея игнатенко указаны но все-таки мы сегодня расскажем это еще раз и приведем другие данные основными у сергея игнатенко являются два довода первый это то что смещение только магнитного полюса то есть смещались только магнитный полюс а физически при этом оставался на месте и второй его довод основан на данных из программы стеллариум и сравнение этих данных перемещения полярной звезды от положения истинного полюса с течением времени в подтверждение он привел положение этой полярной звезды относительно точки полюса и глобусов из национальной библиотеки франции приведя эти глобусы по датировкам а затем пользуясь программой стеллариум по этим же датировкам он сравнил полученные данные с глобусов и получил приблизительное соответствие итак посмотрим отрывок из его фильма последнее время в сети появилось много материала показывающего что земля в прошлых столетиях совершила резкий кувырок и это привело к глобальной катастрофе материал конечно спорный но у меня возник вопрос а можно ли как-то проверить было ли смещение оси земли 200 300 или 400 лет назад вполне разумным было бы проверить это утверждение опираясь на карту звездного неба ведь если земля совершила оборот то вместе с ней должны были сместиться звезды на небе на этом и будет построен метод проверки для этого я буду использовать не так давно оцифрованные глобусы звездного неба которые хранятся национальной библиотеке франции программа которую я буду использовать для проверки расположения звезд называется стеллариум это всемирно известная программа с открытым исходным кодом программой пользуются миллионы пользователей по всему земному шару и плюс ее в том что всегда можно открыть исходный код и убедиться что там нет какой-нибудь проверки например что до 1841 года считать траектории движения небесных тел по другим формулам первый глобус который мы рассмотрим это глобус 1817 года известного картографа жанна баптиста поюрсона вот так выглядит глобус в 3d модели на глобусе находим малую медведицу смотрим и запоминаем ее расположение относительно северного небесного полюса теперь открываем программу стеллариум вот так выглядит интерфейс программы я включил подсветку созвездий и название созвездий местоположение лучше выставить северный полюс чтобы северный небесный полюс был прямо над нами выставляем дату 1817 обратите внимание как сместилась полярная звезда за 200 лет обратите внимание что жан-баптист поюрсон достаточно точно изобразил расположение малой медведицы относительно северного небесного полюса единственная здесь разница в том что малая медведица изображена зеркальном отражении это связано с тем что мы наблюдаем снизу представьте что мы находимся на глобусе и смотрим наверх поэтому такое изображение верное следующий глобус 1754 года разработан также известным картографом робертом де вагонди также проверяем расположение малой медведицы относительно оси вращения к сожалению хвоста медведицы не видно из-за элемента крепления но уже понятно что картина звездного неба в середине 18 века была такой же проверяем 1754 год программе стеллариум следующий глобус 1604 года составленный вильямом блау картограф также достаточно известен и у него есть много карт которые изображают империи в то время в достаточно необычном виде посмотрите какой красивый глобус нарисовал вильям блау это целое произведение искусства также на глобусе находим малую медведицу и фиксируем положение хвоста здесь также все без особых изменений но больше всего меня удивило прорисовка созвездий южного полюса для чистоты эксперимента нужно проверить расположение звезд силариуме на этот год мы добрались уже до 1603 года и если верить рассмотренным глобусом в течение этого времени не происходило какого-то смещения земли как работает стеллариум конечно же это просто компьютерная модель которая описывает движение реальных небесных тел траектории движения которых нам известны и благодаря этому мы можем рассчитать движение этих тел на столетия в прошлое или в будущее итак посмотрели и то в последнем измерении сергей получил перепутанный результат изготовители глобуса ошиблись на 180 градусов и так начнем разбираться сергей не рассказал от чего же происходит дрейф полярной звезды она сегодня четко совпадает с истинным полюсом ну практически четко попробую объяснить это все из-за прицессионного движения оси по современным данным цикл этой прицессии составляет 25 тысяч семьсот шестьдесят пять лет что такое прицессия я уже неоднократно рассказывал в своих фильмах из серии три полюса два потопа но сейчас вот посмотрите на вот эту вот анимацию вот такое движение относительно космоса называется прицессионным ось земли выписывает обоими своими направлениями и тем которого не видно круговое движение то есть движется по прицессионной окружности вот эта окружность здесь нарисована и эта прицессия вроде бы как естественная но сейчас посмотрим дальше то есть ось земли и совершает за этот период за двадцать пять тысяч семьсот шестьдесят пять лет полный оборот по прицессионной окружности возвращаясь в свою точку двадцать пять тысяч семьсот шестьдесят пять лет но постоянная ли это величина или нет это вопрос изменяется ли скорость прицессии логически она должна затухать после какого-то возмущения и это возмущение ее и вызвало конечно же остается на какой-то минимальной величине это прицессионное движение земной оси вызванное эксцентриситетом самого эллипсоида нашей планеты и эксцентриситетом ее орбиты вокруг солнца какое-то минимальное значение конечно здесь есть но на сегодняшний день это значение не минимальное и сейчас мы это увидим я думаю вы поняли что прицессионное движение совсем не исчезнет даже при отсутствии возмущения в общем опять на пальцах колебание оси вращения земли влечет изменение положения звезд относительно сетки экваториальной системы координат и еще раз этот цикл равен двадцать пять тысяч семьсот шестьдесят пять лет вот статья прицессия земли это простые данные из интернета я думаю все в состоянии будут их прочитать полярная же звезда на небосклоне за этот период опишет окружность но на сегодня она находится почти на точке истинного полюса и вместе с ней описывает окружность но далее полярная звезда будет отдаляться от точки истинного полюса а до сегодняшнего допустим момента она к нему только приближалась вот хорошая картинка из учебника природоведения вот нарисуем эту прицессионную окружность и сегодня положение полярной звезды практически совпадает с положением истинной оси земли он оттуда дальше идет направлением то есть истинного полюса значит к этой точке полярная звезда подходила раньше а будет дальше удаляться и будет находиться в течение своего периода оборотов вот этих 25 тысяч 765 лет в любой из этих точек ну не в любой вот так вот она будет перемещаться и в результате окажется опять через 25 тысяч лет в этой же точке я думаю это всем понятно в науке это явление называется предварение равноденствий и вот это понятие предварение равноденствий известно еще с работ древнегреческого ученого гепарха описавшего его во втором веке до нашей эры датировка конечно же после работы фальсификаторов неверна но можно сказать точно что гепарх был античным ученым и жил реально до катастрофы семнадцатого восемнадцатого веков конечно же катастрофа семнадцатого восемнадцатого века это на сегодняшний момент моя гипотеза но тогда гепарх рассчитал скорость прицессии один градус сто лет и если учесть то что цивилизация была не меньше развитая чем сегодняшняя наша в смысле та античная гепарх должен был рассчитать эту скорость на момент своей жизни достаточно верно сегодня же эта скорость прицессии равна один градус за семьдесят два года то есть на тридцать процентов это скорость больше чем по расчету гепарха или на момент расчета гепарха рассуждение о причинах этой разницы ведет целую цепь изменений законов вращения земли со времен гепарха вплоть до изменения самой скорости вращения земли вокруг солнца а также вокруг своей оси а это уже другая величина года и соответственно другая величина суток но пока мы оставим этот вопрос в покое далее когда же рассчитали эту скорость сегодня а рассчитали ее в тысяча восемьсот девяносто шестом году и рассчитал ее американский астроном Саймон нюкам а формула которую он рассчитал и заложена в эту программу стилариум на которую сослался Сергей Игнатенко программа стилариум это опять же виртуальный планетарий и в нее заложено много законов но вот закон прецессионного изменения истинного полюса рассчитан однозначно из формулы которую создал в тысяча восемьсот девяносто шестом году нюкам до этого эту формулу никто не создавал и вот эта формула и эта формула прецессии и показала скорость изменения ее величины и что мы видим п прецессия вот эти цифровые значения мы в них угли углубляться не будем умножить на т т число лет прошедших после 1900 года а вот в тысяча девятьсот семьдесят шестом году на шестнадцатом съезде международного астрономического союза в гренобле эту формулу уточнили в смысле формулу нюкома и приняли за новую базу двухтысячный год вот мы видим опять эту формулу здесь т число лет прошедших после двухтысячного года и опять мы видим разницу в этих формулах здесь 0,25 здесь 0,29 ну отличия 4 и 6 незначительная ,25 и 50 ,29 это уже какая-то разница причем разница за сто лет с девятисотого по двухтысячный год вывод один судя по изменению величины в формуле вот этой вот пятьдесят целых двадцать пять сотых на девятисотый год и пятьдесят целых двадцать девять сотых на двухтысячный год скорость и величина прицессии незначительно изменилась и это все за сто последних лет то есть эти величины не постоянны а методы расчетов этой формулы что при ньюкоме в тысяча восемьсот пятьдесят шестом году что в тысяча девятьсот семьдесят шестом году не сильно отличались и я думаю еще больше что они не сильно и отличались и при гепархе по моему мнению гепарх жил в период античной цивилизации погибших в семнадцатом восемнадцатом веках и если эта цивилизация строила такие сооружения как Исаакиевский собор Санкт-Петербург Колизеи то математический аппарат у этой цивилизации был насколько не меньше чем наш сегодняшний а то и выше но это пока гипотеза мы много уже рассказывали о превосходстве прошлой цивилизации технически над сегодняшней но этот вопрос мы пока опустим не так сложно рассчитывать движение на небосводе для этого нужны фактически простейшие правда оптические приборы секстаны хронометры но я вам скажу что на момент конца девятнадцатого века при Нью-Коне и в тысяча не сильно отличались вот вам и программа стеллариум но опять не все так просто фальсификаторы работали серьезно изготовив массы карт глобусов а делали они это все как я и говорил в нашем фильме технологии фальсификации исторических документов в два этапа первый этап это был конец восемнадцатого века вторая половина как раз работа Миллера Шлёцера и Байера а второй этап фальсификации был вторая половина и конец девятнадцатого века в принципе он затянулся до начала двадцатого и сразу из всего вышеизложенного вопрос к этим глобусам из французской библиотеки которые нам представил Сергей на этих глобусах смещение полюса практически укладывается в данные из программы стеллариум которые написали по формуле Ньюкома а он вывел эту формулу в 1896 году кто же собрал эти глобусы в одном месте и еще отрисовал их так что в изменении величины на них соответствует по годам если идти в прошлое как Сергей их разложил по годам с этой формулой Ньюкона которую он написал в конце девятнадцатого века а это как раз второй этап фальсификации конечно же на этих глобусах все звезды расположены правильно в смысле друг от друга но сетки координат смещены да еще и перепутаны и в самом конце отрывка из фильма которую я вам предоставил сам Игнатенко нашел эту ошибку и ошибка это была с разницей 180 градусов то есть точка полюса стояла севернее или южнее чем она должна была быть согласно программе а это как раз самая распространенная ошибка 180 градусов которую допускают картографы когда глаз замыливается в аналитических работах и отсюда сразу же вывод глобусы подделки конца девятнадцатого века собранные вместе для обоснования новой на момент их изготовления как раз таки теории Ньюкома соответственно с формулой судя по изменению величины в этой формуле за последние сто лет процесс прецессии непостоянен и скорость прецессии изменяется даже это видно в течение сто лет то есть этот процесс не является константой а во времена гепарха который якобы первым описал явление прецессии сама прецессия была иной причем на 30 процентов меньше настоящий какие отсюда могут быть вопросы какое же событие вызвало изменение этой прецессии от времен гепарха до времен работы Ньюкома по моему мнению гепарх писал не в первом втором веке до нашей эры а реально в тринадцатых четырнадцатых веках нашей эры то есть до катастрофы семнадцатого восемнадцатого века ну конечно и первый век до катастрофы семнадцатого восемнадцатого века но скорее всего реальные датировки всех древнегреческих ученых по реконструкции носовского фоменка ложатся на тринадцатые четырнадцатые шестнадцатые века а жил гепарх именно в той античной цивилизации которая и строила исаакиевские соборы колизеи и с математикой этой цивилизации античной погибшей по моей гипотезе на рубеже семнадцатого восемнадцатого веков было все очень в порядке и скорость гепарх неправильно рассчитать на мой взгляд не мог а вот нюком рассчитывал эту скорость в другое время на момент конца девятнадцатого века и разницу в тридцать процентов между этими скоростями я думаю вам хорошо показал и еще напомню вам выводы из нашего предыдущего фильма из серии три полюса два потопа дракон или малая медведица где исследователь дмитрий мыльников привел много вот таких вот карт на которых действительным полюсом была точка в созвездии дракона и он объяснил от чего вот эти вот как будто бы кривые вписанные сюда окружности которые не соответствуют основной окружности нет корридиональной меридиональной сетки то есть кто-то на этом полюсе имея центр действительно в созвездии дракона перенес его в точку малая медведица дмитрий также исследовал следующую карту из альмагеста 1551 года вот эта карта и его вывод карта нарисована старой проекции созвездия дракона находится в центре вот оно но тут мы видим обозначение нового северного полюса вот оно он отметил синим цветом почему он сделал такой вывод вот карта старая вот ее центр со звезды дракона а вот какая-то окружность проведенная на этой карте как будто бы она здесь раньше была но это дорисованная окружность и от нее же идут еще и вот эти вот окружности то есть их дорисовали хотя прекрасно мы видим что все линии реально ранее сходились в этой центральной точке а сюда сходятся параллели но не сходятся меридианы а здесь вот параллели как и на прошлой карте просто не были нарисованы и мы с вами это увидели еще раз покажу вот на этой карте никаких параллелей нет почему нет ну сказать очень сложно скорее всего это перерисовка может быть как-то по-другому они измерялись оставлю это опять как бытность параллелей нет а вот на этой карте параллели нарисовали и они не совпадают с центром меридиана схождение меридиана а северный полюс якобы вынесен сюда вот центр окружности хотя мы с вами видим что большая медведица вот она и он ее обозначил красным это говорит о том что на старую карту кто-то нанес новое положение направление оси вращение земли и это хорошо согласуется с нашей реконструкцией так вот на тех глобусах которые показал Сергей Игнатенко из французской библиотеки та же самая ситуация не стали они перерисовывать фальсификаторы полностью эти карты с ориентацией на новый полюс на полярную звезду а просто пририсовали вот эти вот окружности сделав в центр новую полярную звезду с карт пририсованных с ориентацией на старый полюс это мы еще раз хорошо показали в этом фильме дракон или малая медведица логика понятна а как этот процесс перерисовки и фальсификации происходил я опять вам показал в нашем фильме технология фальсификации исторических документов кто же был исполнителем этой фальсификации ну я думаю я объяснил доходчиво конечно такие вещи на пальцах тяжело объяснять но по крайней мере я это попробовал сделать итак теперь ответ на первый довод Сергея Игнатенко и довод его в том что смещались не географические полюса а только магнитные и кратко про магнитный полюс но перед этим посмотрите отрывок из ролика Сергея Игнатенко где он объясняет строительство сооружений и городов ориентация их именно на магнитный полюс раз уж я поднял эту тему хочу обсудить еще один вопрос как известно храмы строят с ориентацией по сторонам света для примера возьмем Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге если в google map проследить куда смотрит северный вход этого здания то мы можем обнаружить что он направлен куда-то в Гренландию но совсем не на северный полюс конечно здесь может возникнуть мысль о том что в начале 19 века северный полюс находился в другом месте однако кто еще не в курсе северный полюс не совпадает с магнитным полюсом земли более того магнитный полюс земли с годами дрейфует смещается при этом достаточно сильно на этой картинке изображено расположение северного магнитного полюса по годам как мы видим в 19 веке и ранее северный магнитный полюс находился на севере Канады недалеко от города Кембридж Бэй замеров на дату 1816 года к сожалению нет можно взять самые близкие даты 1800 год и 1830 год Исаакиевский собор как раз и смотрит очень близко в это место однако подозреваю что точки выставленные для 19 века и ранее скорее расчетные что касается Исаакиевского собора во время начала строительства просто взяли компас и заложили фундамент по сторонам света так что никакой загадки здесь нет одна поправка но это опять моя гипотеза я ее никому не навязываю Исаакиевский собор не построен в 19 веке а построен гораздо раньше он античный и построен он до первой катастрофы по моей реконструкции которую я установил а датировка этой катастрофы рубеж 17-18 веков тогда погибла эта античная цивилизация но далее я ответственно всем заявляю как говорит иногда Сергей Кунгуров никто никогда не будет здравом уме делать развивку зданий с ориентацией на магнитный полюс а я думаю те кто разбивал крепости звезды и другие аналогичные сооружения в частности Исаакиевский собор все таки были в здравом уме ведь магнитный полюс величина достаточно абстрактная и постоянно плавающая такая наука как навигация и геодезия имеющие практическое назначение это не теоретические науки это практика чистейшая и практика это ориентирование на поверхности планеты Земля так вот точкой отчета и точкой построения сетки координат для этого самого ориентирования принимают именно истинный географический полюс и от него строится координатная сетка с направлениями истинных меридианов соответственно курсы судов отсчитываются от истинного меридиана а сам истинный курс угол между этим истинным меридианом и направлением движения предположим судно и есть тот самый курс который прочерчивает штурман на карте введя прокладку конечно же есть и магнитный курс угол между магнитным меридианом и направлением движения судна а магнитный меридиан исходит из магнитного плавающего полюса и чтобы нанести его на карту то есть превратить в истинный надо исправить его на величину магнитного склонения вот эти величины магнитного склонения Азимут, магнитный азимут. Почему здесь вот это вот истинный географический меридиан, а магнитное склонение может быть западным, а может быть восточным? Вы скажете, что если у нас картина такая, что магнитный полюс где-то в районе Канады, и вот это магнитное склонение должно быть реально только западного направления, но опять не все так просто. А почему? Я сейчас попытаюсь это вам объяснить. Ведь магнитное склонение это не только угол между истинным и магнитным меридианами, в смысле вот этот угол, а еще и угол местного склонения в каждой точке Земли он свой. Почему так происходит? Потому что под поверхностью Земли есть много залежей железа и других магнитных материалов. И возникает такое, как магнитная аномалия. Вот Курская магнитная аномалия, самый мощный в мире железорудный бассейн. Но это мы пошли по максимальной точке значения этого магнитного склонения. Есть, конечно же, меньше. И, соответственно, с Курской магнитной аномалией, пример, сравните компас с истинным направлением на полярную звезду в городе Курске, где под землей вот эти вот железорудные бассейны. Это значение будет очень сильно отличаться. Порядка 90-100 градусов, а может вообще наоборот показывать, в зависимости от местонахождения и районов города Курск. Но при этом город Курск не распланирован, по данным показаниям севера, с этого курского компаса. И такие места разные под всей поверхностью планеты. Везде, в каждой точке компас показывает со своим магнитным склонением. И это магнитное склонение, оно суммируется из реального магнитного склонения. Сейчас я это опять нарисую. Вот у нас истинный полюс и истинный меридиан. Вот у нас магнитный полюс и магнитный меридиан. По идее, вот магнитное склонение. Но, если в этой точке, в которой вы находитесь, есть какие-то залежи или еще что-то, магнитное склонение может быть вообще вот таким. И будет оно углом, вот это вот местное магнитное склонение между истинным и направлением здесь. Плюс магнитное склонение, угол между истинным и магнитным меридианами. В другой точке земли магнитное склонение может быть вот таким. Опять это магнитный полюс, это истинный полюс. А вот это вот показания стрелки компаса. Здесь он у вас будет так показывать, а здесь будет показывать вот так. И опять, это магнитное склонение плюс это. И так в каждой точке на поверхности нашей планеты показания компаса разные. Это практика. В общем, в навигации магнитным курсом пользуются только в аварийных случаях. Это достаточно трудно им пользоваться. Надо постоянно вводить местные магнитные склонения, а для этого есть таблица. Эту таблицу разрабатывают гидрографы, геодезисты на каждую точку фактически поверхности нашей планеты. Или какие-то большие города, ориентиры. В общем, по координатам можно вычислить магнитное склонение. А представьте, если вы не просто на местности находитесь и ищете по конпарусу север с этим магнитным склонением, прибавив. А если вы двигаетесь по той же курской магнитной аномалии, она у вас через каждые 10 метров может скакать и вообще крутится стрелка. То есть это нереально. Причем совершенно нереально для флота. Потому что корабль фактически идет по морю, ну или находится на поверхности планеты и подвержен всем этим магнитным склонениям. На высоте, конечно, проще. Потому в авиации и есть гиромагнитные компасы. А вот на флоте используются только гирокомпасы. А магнитный компас добавочный. Что такое гирокомпас? Гирокомпас это то, что действительно является средством определения курса в море, ну и фактически в воздухе. Мы знаем свойства гироскопа, что раскрученный гироскоп держит направление на заданный предмет. То есть своей осью раскрутили на полярную звезду, грубо говоря, или на какой-то объект на поверхности земли. Трехстепенной гироскоп. И при таком же количестве оборотов, чтобы не возникла прецессия и иннутация, он будет всегда показывать на это место. В общем, все поняли, что гирокомпас это прибор, который использует свойства гироскопа держать направление на заданный объект. Я не буду объяснять устройство гирокомпаса больше, как он ищется, этот истинный меридиан. Это каждый прочитает как хочет. Это уже практические знания, с ними спорить вообще нечего. Просто надо понимать работу гироскопа, у нас для этого нет времени. Но кроме гироскопа, точное направление истинного меридиана можно определить все-таки по звездам, астрономическими способами. И нету никакого смысла разбивать город по магнитному компасу. У вас тогда в каждом куске города реально стрелка на север будет отличаться от предыдущей точки. И все города у вас, весь смысл ориентации пропадет. Даже если предположить, что на момент строительства Исаакиевского собора не было гирокомпасов и других средств определения, можно было спокойно дождаться ночи и посмотреть на полярную звезду или другой ориентир в созвездии дракона, который был на тот момент небесным полюсом. Опять же, что это был именно дракон, мы показали в наших фильмах «Дракон или малая медведица». До потопа 17-18 веков, по моей гипотезе, и по исследованиям огромного количества исследователей и альтернативных историков, истинное положение полюса на поверхности планеты было в районе Гренландии. И туда реально ориентированы большинство сооружений звездных крепостей в мире. Единственный вопрос, который мне все время задают, почему египетские пирамиды ориентированы на нынешний Северный полюс, мы пока исследуем, но египетские пирамиды выбиваются из общего предположения. Скорее всего, здесь ответ только один, что строились они так уже при современном направлении полюса. Но пока мы это исследуем, и в скором будущем я свое исследование представлю. В общем, на два основных довода Сергея Игнатенко мы ответили. Вам судить, правильные они или нет, но я основываюсь всегда на фактически науку, которая имеет практическое применение и сегодня. Так что делайте выводы сами. Итак, чтобы было нагляднее, я объясню то, что прецессия земной оси до сих пор не успокоилась, а сама прецессия является не свойством гироскопа постоянным, она просто следствие возмущения системы гироскопа. Нормальный гироскоп, раскрученный в трех степенях свободы, прецессии не имеет. Но если мы подвешиваем на него грузик, на его ось, или замедляется оборот его вращения, он начинает прецессировать. Почему прецессия до сих пор не устоялась, и значение ее меняется? Я попробую объяснить. Вот формула Ньюкома этой самой прецессии, из-за которой меняется положение полярной звезды относительно истинного полюса, то есть направление оси Земли на ее продолжении в космос. Почему полярная звезда отходит от истинного небесного полюса? Формула Ньюкома была рассчитана в 1896 году. И посмотрите значение этой формулы. P равно, чтобы не грузить всех математикой, вот просто посмотрите цифры, это секунды. АТ это число лет после 1900 года, то есть он рассчитывал ее на период начала 20 века. 50 через запятую 25, значение вот этой вот цифры. А теперь посмотрите формулу, которую якобы уточнили в 1876 году, его же формулу. Посмотрите значение 50,29,0009. Но смысл в том, что изменились десятые в этой цифре. И еще раз скажу, что позицию вот этой вот прецессии замеряют обычными секстанами. Куча измерений, усреднений и система расчетов этой формулы, что в 1896 году, соответственно ее точность, что в 1976 были абсолютно одинаковыми. Но формула изменилась. И это четко говорит об изменении скорости прецессии, а также ее формы. Почему это происходит, я сейчас вам расскажу. Вот еще раз, формула уточненная в 1976 году, где T число лет после 2000 года. Это изменение произошло всего лишь за 100 лет. И наша земная ось не имеет постоянного, константного значения этой прецессии. Оно у нее изменяющееся. А почему изменяющееся, я сейчас попробую вам нарисовать. Вот наша планета Земля. Рисуем ее ось. Это центр. Это ось Земли. Я рисую ее в таком положении, как будто она находится, или когда-то она находилась без наклонок плоскости эклиптики. Вот она плоскость эклиптики, а вот у нас Солнце, как будто бы далеко. Что произошло при возмущении системы, когда либо у Земли замедлились обороты, либо был привнесен на нее внешний груз, на вот эту вот ось, где-то в приполярных областях. Я склоняюсь к этой мысли, что был все-таки привнесен груз, масса. И это вызвало возмущение гироскопа. Земная ось начала прецессировать по прецессионной окружности. Вот эта окружность северного полюса. Пусть направление у нее сюда. Значит, окружность южного полюса у нас будет обратной. Направление сюда. Ось Земли в этой прецессии, пройдя, может, оборот, может быть, два, может, три. Мы не знаем, сколько раз Земля совершила такие вот движения своими полюсами по прецессионным окружностям. Но смысл в том, что ось Земли остановилась в некой точке. На этой прецессионной окружности. И в таком состоянии она не остановилась. Она продолжила движение, но совершенно с другой скоростью. Вот этот угол, кстати, сейчас и составляет тот угол наклона оси вращения Земли по отношению вот этой вот плоскости эклиптики. И составляет он у нас, как мы с вами знаем, 23,5 градуса. Но самое интересное, что дальше начало происходить? То есть мы знаем, что угол вот такой вот, но кто его замерял точно? Или отслеживает его изменения в дальнейшем, в течение времени, хотя бы за 100 лет, с 1900 года? Пока таких данных нет, по крайней мере у меня. Но по формуле Ньюкома я вижу, что изменяется сам закон, сама формула этой прецессии. То есть что происходит? А происходит вот что. Я это рисую все для того, чтобы поняли люди, незнакомые с наукой, такой как гироскопия, астрономия и всем шлейфом знаний, которые нужно, чтобы это понять. Но я рисую это на пальцах, как всегда. То есть вот у нас шла прецессия земли, земной оси. Потом она начала затухать. Скорее всего скорость в начале, при внесении веса, была достаточно большой. Но любая система после возмущения стремится к успокоению. И где-то в середине 19 века, ближе к 20, мы знаем, что такой угол был 23,5 градуса. Но при этом, в дальнейшем, прецессия-то продолжилась. Продолжилась она по такой вот затухающей спирали. И она продолжается. Соответственно, в этом направлении Южный полюс выписывает вот такую же спираль. Где земная ось остановится на этой затухающей спирали, пока мы не знаем. Но смысл в том, что ось земли не описывает окружность, а выписывает затухающую спираль. С изменением угловой скорости в сторону уменьшения система стремится к выравниванию. Где-то она, конечно, выровняется в этом направлении, в промежуточном. То есть со временем ось остановится какой-нибудь из этих точек. И угол наклона оси вращения Земли уменьшится. Может быть, в половину, может быть, на какое-то значение. Но мы не будем рассматривать то, что космические силы будут стремиться все равно ось выровнять дальше. Этот процесс, конечно же, намного сложнее. Вот такой процесс происходит без влияния Солнца. Солнечной гравитации, сил Солнечной системы, которые стремятся к ее центру. Но это мы рассматриваем, если Солнца нет. То есть возмутили, оно затухло и где-то встало. Но этот процесс гораздо сложнее, потому что еще солнечная гравитация и куча различных сил, которые стремятся привести земную ось обратно в вертикальное положение. Я думаю, я понятно объяснил всю физику этого процесса. Вывод один, что то, что нам привел Сергей Игнатенко в программе Стеллариум все непостоянно и непонятно. В программу Стеллариум заложена сейчас вот эта вот формула. Как бы новая. А она совершенно отличается от той, которая была 100 лет назад. Так что вам думать и принимать решение. О том, двигалась ли земная ось, изменялась ли она по отношению к плоскости и эклиптике. Ну, по крайней мере, даже невооруженным взглядом видно, что первоначально у нашей планеты не было никакого наклона плоскости и эклиптики. Чем он был вызван, я думаю, я объяснил. И какой процесс происходит сейчас, я думаю, вы тоже поняли. Здравия всем! Благодарю Олега за информацию. В своей части доклада я бы тоже хотел обратить ваше внимание, что звезды изменяются не только с течением времени, как это мы видим на Большой Медведице, которую мы до сих пор называем Большой Медведицей, хотя она сейчас представляет собой ковш. Эти звезды действительно имели вид Большой Медведицы 100 тысяч лет назад. Определенные изменения, как мы поняли, происходят не только из-за движения Земли и самих звезд, но и из-за катастроф, которые случались на нашей планете еще 200-400 лет назад в том числе. По звездному небу нам прекрасно рассказал Олег. Ваше же внимание я хотел обратить именно на изменения магнитного полюса, что с ним произошло, и те изменения, которые мы не замечаем. А именно, дело в том, что если происходили смещения, и происходил так называемый гироскопический эффект, когда ось Земли смещалась, а потом назад возвращалась на свое место, это должно было отразиться в календарях. И вот чудо, хотелось бы вам напомнить, что именно в 1699 году Петром Первым была проведена календарная реформа. И мало того, что он в этой реформе запретил славянский календарь, по которому шел 7208 год, потеряв тем самым 5000 лет нашей истории, но и, скорее всего, будущие исследователи нам докажут, что он не только заменил календарь, закрыв нашу историю прошлого, но и скорректировал календарь по движению Солнца, Луны и Земли того времени, чтобы произвести окончательную корректировку. Скорее всего, к этому моменту Земля уже окончательно стабилизировалась, произошел этот гироскопический эффект, и поэтому и был введен этот календарь, который убил сразу двух зайцев. Кстати, эти смещения, вы все знаете, потому что вторая реформа была проведена 26 января 1918 года, когда появился так называемый старый и новый стиль. Я, как человек, который рассматривал календарные системы, могу вам сказать, у меня линейные расчеты не получались, только показывало то, что смещение календаря произошло не из-за того, что ошибка именно в расчете самого календаря, а из-за того, что происходили какие-то события, которые повлияли на дополнительное смещение. Скорее всего, из-за этого в итоге получился так называемый старый и новый стиль и два смещения календаря. Конечно, тут информации огромное количество, нам придется еще конкретнее в этом ответить и посчитать, но софакт остается фактом. Если катастрофа произошла в середине 17 века, то действительно через 40-50 лет земля могла окончательно стабилизироваться и нужно было устранить это расхождение, почему нужно было ввести новую календарную систему. Что происходило в 19 веке, мы когда-то посмотрим с вами отдельно. Но факт состоит в том, что уже к началу 20 века была вынуждена опять же произвести еще одну реформу, для того, чтобы опять календарь соответствовал с движением Солнца, Луны и Земли. Иначе он ему уже не соответствовал. Также хотелось обратить ваше внимание на эту статью. Вот ссылка на нее, вы ее видите. Плюс я ее дам в описании дополнительно. Дело в том, что ученые наших дней говорят, что если тенденции изменений атмосферы продолжатся в тех же масштабах, в которых они происходят сейчас, то в ближайшие 200 лет мы вернемся к показателям атмосферы эры динозавров. А температура на нашей планете станет гораздо выше. Из этой статьи по подсчетам ученых это произойдет уже к 2250 году. Тут же сразу идет одно противоречие главное. Такие температуры атмосферы, по их словам ученых, были 65 миллионов лет назад. То есть что они хотят сказать? Что мы за пару сотен лет прошли путь, который Земля не прошла за 65 миллионов лет назад? Конечно же нет. И тот, кто видел мои предыдущие видео о динозаврах, которые массово вымерли только в середине 16-го, 17-го века даже, вот эти плезиозавры на карте 1593 года, и у меня целая статья про динозавров, когда же они вымрут, то тогда все становится на свои места. Опять же, Земля возвращается в изначальное положение и по атмосфере, и по своему движению, то есть срабатывает гироскопический эффект и восстанавливается. Система равновесия, которая была нарушена, восстанавливает свое правильное изначальное положение. И поэтому ученые правы, да, может через 200 лет оно окончательно восстановится, и вот эти зверушки снова появятся и на поверхности, они будут только в глубинах океанов жить, где давление им позволяет еще существовать. Поживем, как говорится, будущее поколение увидят. Но сам факт говорит сам за себя. Также Сергей Игнатенко в своей статье показал не только движение звезд, но он еще и обратил внимание на вот эту реконструкцию по Википедии, движение северного полюса. Я тоже показывал в своей статье про потоп в Америке. Обратите внимание, в 1632 году по их реконструкции, по моей в 45-м, происходят какие-то проблемы с магнитным полюсом. Хотя он, если правильно, он чуть левее должен быть, между Америкой и Россией как раз. Но факт в том, что они практически угадали. В 45-м году происходит катастрофа, идет смещение этого полюса, он уходит вниз к Южной Америке, это показал Сергей Игнатенко, это подтверждаю я. Потом происходили определенные события, где он блуждал в районе Америки северной, и только опять же, почему-то, с 1860 года, он снова пошел вверх. И сегодня дошел фактически до географического своего положения, продолжая движение в сторону России. Почему и что это означает, мы рассмотрим как-то отдельно. Сейчас же я хотел обратить ваше внимание, что карты древности подтверждают это. Вот эта карта, что я показывал уже, Герард Меркатор, 1630 год, вот этот северный магнитный полюс между Россией, городами Тартаров и Моголов, и Америкой, на которой есть города, есть Северная Америка, все на месте. После этого времени он с карт пропадает, этот магнитный полюс. Вот он еще на карте Монте-Урбана, 1587 год тоже. Он присутствовал, 1630-й присутствовал. Вот эта территория Асия и Америка, она была вся известна, заселена. Вот в более приближенном варианте, вот рядом с территориями Тартары и Могол, находится самый большой город прошлого, Кинзай. Вот территория Америки, которую все знают. Это карта Киллера 1590 года, вот эти пирамиды Тартаро-Могольские, города Тартар, Могол, вот это очертание, на котором нет никакого Охотского моря, Сахалина, Камчатки, зато есть самый большой город древности, Кинзай, вот он справа. И очертания Америки, все на месте. И полюс на месте, пирамиды на месте, самый большой город мира на месте. Все очертания мира известны. Это карта Артеллиуса Абрахам 1527 года, Америки, Северной, Южной, Могола Тартар, даже Дария есть. Все на месте, все функционирует. Но, к началу 18 века, все пропало. Ничего нет. Я подчеркиваю, это карты уже начала 18 века. Катастрофа произошла примерно в 1645 году. Это карта 1700 года. Уже прошли ее последствия, уже составляются новые карты. Нет Северной Америки. И нет Дальнего Востока России, Чкотского автономного округа. Вот они, приближение. Кристофер Вайгель, 1718 год. Нет городов Тартар, Могол, пирамид. Ничего нет, есть большие промоины. Каспий меняется. Крым как-то изменился. Это мы увидим чуть ниже. Вестлер, 1720 год. В Северной Америке нет. Дальнего Востока России нет. Каспий изменился. То есть идут изменения, явные, картографические. Джон Сенек, 1721 год. Опять Каспий другой. Крым какой-то непонятный. Дальнего Востока России нет. Есть какая-то суша или есть, или нет. Промоины есть. Полюс, наконец, какой-то магнитный аномалий вот показанный. Или полюс, непонятно, что это такое. Карта Маттиуса Сеттера, 1730 года, на которой все еще нет Северной Америки. И нет Дальнего Востока России. Зато есть промоины какие-то. И только на карте Леонардо фон Эллера, 1752 года, мы видим ответы на эти вопросы. Почему их не было? Потому что Северная Америка до сих пор затоплена там огромные морские просторы. Такое ощущение, что вот он, этот полюс, находится в районе Северной Америки. То есть он сместился на тысячи километров. И соответствует той реконструкции, что я показывал выше. Наконец, вот оно образовалось уже в России, Охотское море. Начинает просыхать потихонечку. И ответы, что же произошло в России, мы видим только на карте Иоганна Майкла, 1783 год. Когда он на Дальнем Востоке России показывает деревья перекрученные, сопки. Вот они красными кружками обведены. Все затоплено. Или болото. Ну, непроходимая какая-то местность. Каспий изменился. Камчатка, вот она наконец-то видна. Ну, а другой территории нет. Пожалуйста. Все затоплено или заболочено к тому моменту уже. То есть мы наконец-то получаем ответы на вопросы. И Крым, кстати, совершенно другой. Что же произошло? Объясняет эта карта 1792 года, на которой показаны изменения, которые произошли с Каспием. Вот он, этот потоп. Изменение как раз за 150 лет. Вот откуда вода пришла с севера. Попала в Каспий. Черное море изменило очертания Крыма, Каспия. И промыло вплоть до Персии. Поэтому Каспий сначала был продолговатым. Потом стал приближенный к современному. И потом разделился на два моря фактически. Вот эта карта приближения. Это Делиль ее выпустил во Францию 1792 год. Которая показывает технологию потопа. Вода идет с северного ледовитого океана. Вот это водные массы. Которые промыли до Каспия. И до Черного моря. И вымыли вплоть до Египта даже себе выход. И до Персидского залива. Вот почему Каспий изменился. Вот почему мы видим, как Крым изменился. Посмотрите, Крым 1700 год. Ну совершенно другой, как сейчас. Да я уже молчу про то, что они почему-то перестали любить здесь указывать города. Вы видите города? Я не вижу. Я вижу редкий лес. Все как-то прикрыто какими-то, как говорится, налепками. А городов что-то они не хотят даже показывать нам. Их фактически нет. А вот здесь показали. Здесь показали. А на территории России где города-то? Крым другой. Ну вот какие-то в Крыму там выжили города. Больше они что-то не любят города показывать того времени. И только к концу, подчеркиваю, к концу 18 века Крым более-менее становится похож на современный. Кстати, я бы изучил вот эти озера. Может там химсостав покажет, что это за водичка в них там. Нет ли каких-нибудь отложений с Северного океана. И вот еще одна карта 1800 года, где уже Камчатка, Охотское море такое, как мы знаем. Уже Каспий такой же. Ну и Крым более-менее похож сам на себя сегодняшний. Города Татаро-Могол не утонули. Вот эта реконструкция. Это Чукотский автономный округ России. Вот остались эти следы древних рек. Вот они. Это бывшие города Татаро-Могол. Их можно найти. Они не утонули. А их просто смыло. Вот эта реконструкция Кадычанского, где стояли пирамиды. Тоже можно, я думаю, основания попытаться найти. То есть все осталось на суше. Оно затопило, высохло. И пожалуйста, можно найти, я думаю. Также Кадычанский реконструировал, где сейчас находится самый большой город древности Кинзай. Он находится, кстати, вот его огромная территория. Он находится, кстати, там, где самый большой город нашего времени, Шанхай. Еще огромное количество городов. И то все вместе они и в подметки не годятся тому огромному городу, который был самым большим в мире еще всего-то каких-то, ну фактически 400 с небольшим лет назад. Оцените размер. Также хотелось бы напомнить этот источник 1692 года, о путешествии посланника царя Петра в Китай, в котором он описывает, путешествуя по Сибири, что там были слоны еще недавно, которые утонули, плюс другие звери. Из Броденнис его звали. Этих мамонтов мы еще видели на карте Асии 1630 года. На других картах потом они действительно пропали. Но пропали не только они. Вот такие зверушки, как единороги, дракончики летающие, динозаврики различных видов, ну и другие формы жизни, как вот такие мамонты. Вот эти единороги разных типов, которых я раньше тоже показывал. Вот они на картинах. Животного мира древности. Вот эти олени, которые пропали. То есть животный мир тоже пострадал немало. Вместе с животным миром пропали и такие гиганты. Раз упало атмосферное давление, значит они есть. Просто они вырасти новые уже не могут. Старые умерли, а новые еще не могут вырастать. Хотя генетически у них есть и такой потенциал. Увеличится давление, увеличатся и люди. Кстати, акселерацию в последнее время мы тоже с вами наблюдаем, когда общий рост человечества потихоньку растет. Но пропали не только такие гиганты, но и вот такие. А это циклоп. Это циклоп в Бразилии, а это циклоп в Африке. В тех космографиях, что я им и раньше показывал. Ну вместе с циклопами, гигантами пропали и другие формы жизни. Вот эта картина тоже древности. Которая показывает, что они скорее всего пропали из-за каких-то извержений от воды затоплений. О чем мы подробно рассмотрим и в других статьях. Ну я вижу, Кончита Урс дожила все-таки до нашей дни. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...